Сегодня в преддверии Рождества Христова в западном полушарии или по католическим ханонам празднуют Рождество с 24 по 25 декабря. Знаете, интересно, что когда праздновалось Хануко в Евангелии от Иоанна было написано, был праздник обновления, была зима. О Рождестве Ишуа Мессии ничего не сказано, что была зима, но сказано следующее. Когда же Ишуа родился в Вифлееме Иудейского дни царя Ирида, пришли в Иерусалим волхвы с востока, говоря, где же родился царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему. Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним, и собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Мессии. Они же сказали ему Вифлееме Иудейское, так написано через пророка Матфея 2 глава 1 стиха по 4. Но знаете, очень интересно, потому что эта история рождения Ишуа Мессии важная часть в истории вообще народов, потому что Мессия, еврейский Мессия, родился в еврейском Вифлееме, доме хлеба. Он был рожден для того, чтобы нести миссию в этот мир и чтобы умереть за весь мир, но не только за Израиль. Он родился в Израиле, чтобы быть царем, он родился, чтобы восторжествовать. И знаете, его имя приносит сегодня свободу. Когда ангел, архангел обратился к Мирием, сказал, когда родится этот сын, назовешь ему и дашь ему имя Ишуа. Спаситель, спасение. Вы знаете, также в этом местописании, которое цитируется в Матфее, в Мессорецком кодексе, они немножко раскрывают полноту его значения. Ты, Вифлеем, это Михея пишет. Ты, Вифлеем, мал ли ты между тысячами иудеями? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкой в Израиле, у которого рождение из начала от дней вечных. Вы знаете, а это послание очень важно, потому что Мессия и его предназначение не только было мессианской освободительной части, что он еще был от дней вечных. Интересным является факт, что в своем комментарии на книгу Михея Раши, Рабейна Шлома Ицах, пишет о том, что слова «тот, кто будет царем в Израиле», относятся именно к Мессии, к сыну Давида. Это очень интересная вещь. Но следующее, он комментирует фразу «происхождение от начала Дней Вечных». Он говорит о том, что Псалом 72 или 71 в нашем дальнем переводе, сильно, да, на переводе. Но все равно, в 72-м псалме, 17-м стихе, говорится, что в оригинале «Да будет имя его веки прежде, нежели было сотворено солнце, имя его Инейну». Согласно еврейской традиции, «Ейнун» является именем Мессии. И Бедраж Танхума приводит этот стих из псалма 71, говоря, что имя Мессии, Машеиха существовало прежде, чем было сотворено Вселенная. И сегодня мое послание для всех – празднуйте не только как понятие рождения Мессии, но рождение своего будущего. Потому что спасение, которое предложено сегодня Богом и 2000 назад, оно еще было зарождено в вечности для нас, как верующих людей. Приход Иешуа, рождение Иешуа важен. И также, как и его страдания в Песах и воскресение из мертвых. Поэтому весь мир сегодня празднует или через несколько дней будет праздновать Рождество. Или же с 24-го, либо с 6-го числа. Нет разницы. В Большом Советском Союзе не празднули то и другое. Тайно обоговорили. Но чаще всего отмечали Новый Год. То есть, календарный Новый Год. Так что вас хочу поздравить с Рождеством Еврейского Мессии, Царя Иудейского, для всех верующих и христиан. И благодарю вас за то, что вы празднуете это рождение, что вы сохраняете память о том, что Мессия Иешуа родился для того, чтобы умереть потом, взять на себя наши грехи и сделать нас свободными, примирить нас с Богом.